Ну так это только потому, что вот эта идеология сейчас, что все надо делать по правилам и так далее, она так сильно возобладала. Но правда, что значит делает другим способом, тут может тоже немножко по-разному пониматься. Может оказаться, что учитель просит или настраивает на обладение каким-то определенным приемом, правильный, тогда, скажем, ну так вот условно говоря, если человек учится водить машину и проверяется, что он может с этого места доехать до такого-то места, а он сделал это другим способом и сел на трамвай, так, ну это совершенно грубо, понятно, да, то для человека, который обучает его уважению, может быть, это и будет вот таким минусом, что же это он вместо того, чтобы, значит, ну так, ситуация нереальная. Но для учителя такое возникает иногда, что конкретно надо научить определенному приему, определенному умению, узкому, может быть, достаточно. И это все-таки он должен и объяснить ученику, что вот именно вот в этом направлении его интересует. Действительно, ученик при этом может быть недовольным, потому что действительно ребята, это известно, что у них могут быть разная направленность просто. Вот одни, для одних вот какие-то вопросы там более привычные, умение делать руками, у другого там, значит, вот головой, у третьей там просто вот такое воображение какое-то. Совершенно разные вот такие способы познавательной деятельности, как сейчас называют, говорят это. И получается, что, значит, учитель может высказать определенное, ну, что ли, недовольство тем, что ученик не хочет освоить более широкий спектр. Он, наоборот, он себя как бы ограничивает вот то, что он уже сейчас умеет делать. Вот это очень большая проблема, потому что, что такое, если вот результативность обучения судить, потому что человек сделает правильный ответ, как, кстати, настраивает всякие документы, вот тогда все очень плохо, потому что тогда я всячески поддерживаю, если вот на это нацелено, там, школьников, которые берут там, тайком вынимают, ну, прибор, который дает выход в интернет и находят там этот ответ в другом месте. Он нашел, и это даже лучше, чем. Но это совсем не то же самое, когда человек, значит, вот как вы говорите, вот сделал другим способом. Вот оценивать надо как раз, наоборот, по богатству того выбора, который как-то он сумел проявить. И здесь ему надо, кажется, и надо работать. Вот так-то он умеет. А вот так, как вот есть, а надо ему объяснить. А вот есть другой еще путь, который тебе кажется вот тяжелым, неинтересным, там, трудным. Попробуй все-таки, вот начни так, там, ну, надо ему помочь в этом. Так что вот вопрос насчет того, чтобы вот этот спектр, это называется познавательный стиль у психологов. Вот разнообразие стилей, оно является очень важной характеристикой человека. И учитель должен об этом разнообразии заботиться. И поэтому, когда он ему, может быть, даже и скажет, что вот ты сделал не так, как я предполагал, а ты будешь делать, и это не очень хорошо, может быть, это имеет вот такую сторону. На самом деле, в патриархической практике всего этого очень мало. Разумные, нормальные учреждения так никогда не делают. Они стремятся к тому, чтобы учитель делал в другом способе. Поэтому, на самом деле, этой проблемы нет. Она иногда связана только с тем, что учителю, может быть, нужно представить, ну, скажем, там, вот как типа там ЕГЭ, то есть какие-то реальные документы, как человек делал кому-то там для чего-то и так далее. Может быть. В принципе, это означает только одно, что учителей надо воспитывать, продолжать их, повышать их квалификацию. И это не связано с какой-то квалификацией такой сугубой научной, сколько может быть даже человеческой. Продолжение следует...